Итак, меня зовут Алена, я кандидат химических наук, ведущий инженер на кафедре органической медицинской химии. И в ходе лекции я чуть подробнее расскажу о своей работе. Итак, тема нашей лекции – это материалы будущего для медицины. И, как правило, данный термин сопряжен с таким понятием, как биоматериалы. И в классическом понимании под ним, кто разумевает это материалы, призванные заменить поврежденные участки организма, их отдельные органы и ткани. То есть это всевозможные имплантаты, зубные, имплантаты костей, кровеносных сосудов, искусственные сердечные клапаны, кардиостимуляторы и так далее. Но на самом деле предлагаю рассматривать этот термин намного шире. То есть если резюмировать, что такое биоматериалы в целом, это природные и синтетические материалы, направлены на изготовление материалов, препаратов и устройств, применяемых медицине, биотехнологии, сельском хозяйстве, косметологии и других с целью обеспечения жизнедеятельности здоровья человека, животных, организмов, растений, которые находятся в непосредственном контакте с живыми тканями и клеточными объектами. То есть помимо всего вышеперечисленного, сюда же предлагаю включить и хирургические инструменты, всевозможные искусственные органы, адресная доставка лекарств, то есть системы для доставки лекарств, тканевая инженерия и многое другое. Кстати, хотела бы, наверное, сделать такую небольшую ремарку. Иногда могу заговариваться, если какие-то термины у меня слишком сложные или я несу что-то слишком глубоко научное, не стесняйтесь, поднимайте руку, чтобы я могла сразу остановиться и что-то может объяснить, прокомментировать или дополнить. Итак, с развитием биоматериалов принято их разделять на 4 основных поколения. Первое поколение, зародившееся в 50-60-е годы, это инертные так называемые биоматериалы, то есть всем известные металл, содержащие имплантаты, которые используются, например, при операциях для фиксирования переломной кости или зубные импланты. Основное, как это сказать, свойство, которое их характеризует, это инертность. То есть по отношению к организму и тканям вокруг этого импланта они абсолютно инертны. И основной критерией для разработки этих материалов является отсутствие токсического воздействия на здоровье человека. С появлением второго поколения его основной задачей было устранение недостатков материалов предыдущего поколения. Какие же это недостатки? В первую очередь, если мы говорим о том, что мы внедряем в организм человека какие-то металлические изделия, если это штифты, например, или пластины, то в последующем требуется еще одна операция с целью удаления этого имплантата. Также из-за своей, опять-таки, инертности они характеризуются плохой осью интеграции. То есть осья интеграция – это можно характеризовать тот момент, когда имплантат и окруженные ткани становятся единым целым. Также может возникнуть так называемое экранирование напряжения. Что же это такое? Как известно, металлические сплавы обладают более высокой механической прочностью по отношению к нашим обыкновенным костям. И, соответственно, например, при ходьбе, при нагрузке она может распределяться неравномерно, преимущественно на металлическую часть, забирая, грубо говоря, на себя нагрузку. И со временем это приводит к тому, что здоровые ткани начинают убывать и ослабевать. Со вторым же поколением, помимо металлических материалов, появляется также и керамика, биокерамика и различные полимеры. Здесь же также следует отметить такие свойства, как биоактивность. То есть материалы перестают быть инертными и начинают активно взаимодействовать с окружающими тканями. Например, в нынешних условиях, при зубных имплантах, в металл добавляют соответствующие добавки, которые позволяют после имплантации им выделять, например, ионы серебра, тем самым предотвращая развитие заболеваний. И также появляются свойства биорезербируемости или биоразлагаемости, то есть с течением времени рассасываться и выводиться из организма. Третье поколение становится совмещать свойства предыдущего, то есть если предыдущее второе было либо биоразлагаемыми, либо биоактивными, то здесь эти свойства уже начинают комбинироваться. И четвертое поколение характеризуется свойством биомиметики. Что же такое биомиметика? Это создание устройств, приборов, механизмов, идеи, основные элементы которых, заимствуют из живой природы. Как известно, человеческий организм является довольно-таки сложным, в нем происходят сложные химические реакции, и при разработке этих материалов последнего поколения стремятся именно воспроизводить подобные организму процессы и механизмы, чтобы обеспечить наилучше выздоравливание. То есть если предыдущие материалы характеризовались как заменить какой-то участок кости, то последнее поколение характеризуется как регенеративная медицина или так называемые умные материалы. То есть не просто заменить участок кости, а воссоздать условия, которые бы позволили на этом месте, чтобы регенерировалась собственная костная ткань. Термин «умные материалы» был впервые введен в 2004 году и ассоциировался в первую очередь просто как материал, который реагирует на стимулы. Но с развитием эти материалы не просто стали реагировать на стимулы, появились дополнительные возможности с развитием технологий. То есть они могут реагировать на стимулы и корректировать свое дальнейшее взаимодействие с организмом под влиянием изменения этих стимулов. Например, вводится имплант, который содержит в себе лекарственное средство. И имея, например, внешний стимул, то есть воспалительный процесс, оно начинает его высвобождать. Но в процессе может также, например, выясниться, что высвобожденное лекарство оказывает негативное влияние здоровья человека. И, естественно, идеальный материал должен адаптироваться под эти внешние условия и нивелировать терапевтическое действие на здоровье человека. И так как понятие «умные» довольно-таки абстрактное, учеными также было введено классификации по интеллектуальным способностям этим материалам. И первое-то является нервное, о которых мы уже говорили. Активное, то есть вне зависимости от внешних условий, способность высвобождать, например, терапевтическое лекарство, то есть зубной имплант с ионами серебра. Есть так называемые реагирующие, то есть под действием внешнего стимула. Например, таблетка, которая высвобождается только под действием кислотной среды желудка. И так называемые автономные, как раз о которых упоминала, которые не просто реагируют на стимулы, но могут эти стимулы, так сказать, анализировать и корректировать свой терапевтический эффект. Поговорим немного о том, как эти материалы создаются. И так как основной, так сказать, состав уже материалов последнего поколения является органические материалы, соответственно, поговорим немного о дизайне органических материалов. Так с чего же все начинается? Так как любой материал состоит из молекул, то, соответственно, все начинается с дизайна молекулы. И в данном конкретном примере приведена моя работа. Это ариламинопроизводная фенотиозина, не вдаваясь, грубо говоря, в сложные химические аспекты. Это материал, который пытается, молекулы, которые пытаются совместить в себе свойства двух материалов. Это полианилина органического полупроводника. И здесь на изображении, например, приведено, как только что синтезированный полианилин. Вот он рядом на колбе. Его использовали как краску, нанесли на бумагу, включили в цепь, и лампочка светится, что демонстрирует его электропроводность. И также совмещает свойства метиленового синего. Не знаю, застали вы или нет. Синьку с советских времен, которая использовалась активно как антисептик, антибактериальные средства. И до сих пор включен в перечень ВОЗ. И одним из последних, так сказать, перспективных применений метиленового синего – это так называемая фотодинамическая терапия. Фотодинамическая терапия – это терапия рака, при которой, например, метиленовый синий наносится, вводится в организм человека и накапливается преимущественно в раковых клетках. Затем под воздействием света, примерно 500-600 нанометров, он начинает продуцировать активные формы кислорода, которые разрушают эти раковые клетки. И вот, например, одна из трудностей, с которыми встречаются ученые, это то, что при комбинации свойств одной молекули эти свойства неаддитивны. И, например, конкретно в моих производных их способность продуцировать так называемые синглетные активные формы кислорода, она становится крайне низка. Так как же получается получить желаемые молекулы желаемыми свойствами? Также на примере полианилина здесь приведено, как известно, он обладает плохой растворимостью, что ограничивает его технологическое использование, то есть его нельзя просто взять, растворить и нанести. В него вводятся дополнительные группы, что также может негативно сказываться на его электропроводности и ухудшать свойства. Но так как мы говорим о материалах, соответственно, мы переходим к такому понятию, как относительная упаковка молекул. Если, например, представить, как фрагмент полианилина, что электронно проходит вдоль его цепи, то можно представить, как взаимная ориентация этих молекул будет влиять на конечную проводимость. То есть, если, например, молекулы будут разупорядоченными, то логично предполагать, что свойства проводимости его будут ухудшаться. Так как же нам обеспечить нужное расположение молекул? И в этом помогают во многом квантово-механические расчеты. Также при дизайне молекул нельзя не отметить и результаты так называемого машинного обучения, когда уже на основе эмпирических данных условно можно вбить в компьютер желаемые свойства, а он будет предлагать, возможно, синтетические пути и предлагать структуры. И квантово-механические расчеты во многом позволяют как прогнозировать, как будет вести себя молекула, какая она ими будет обладать свойствами, а также прогнозировать их взаимную ориентацию относительно друг друга, или даже, как на примере справа, как оно будет взаимодействовать с цепью ДНК. И как раз-таки область, занимающаяся этими межмолекулярными взаимодействиями, характеризуется как супермолекулярная химия. Простейший пример из жизни – это ферменты. Например, лактаза, которая взаимодействует с единственным веществом – это лактозой. То есть это говорит о селективном связывании и молекулярном распознавании, что характерно также для комплексов супермолекулярной химии. Или также еще один известный пример супермолекулярных структур – это так называемый гость-хозяин. Как правило, под молекулой хозяина подразумевается большая молекула, которая имеет полость внутри, а, соответственно, гость – это молекула, которая в нее попадает, грубо говоря, в ловушку. И в зависимости от того, какие группы будут введены в эти молекулы, и строится молекулярное распознавание. То есть как комбинация ключ-замок или как пазлы. И на первых этапах, переходя от дизайна одной молекулы, от дизайна мономатериала, мы начинаем уже переходить к межмолекулярным и распознавательным свойствам, то есть свойствам сенсоров. И в качестве примера здесь, например, приведены так называемые молекулы циклодекстрина. Она представлена посередине, то есть это большая циклическая молекула, которая, например, как показано на рисунке справа, способна распознавать молекулы дофамина. Здесь представлена концепция биосенсора, в котором магнитные частицы, как раз-таки покрытые полостью циклодекстрина, связывают дофамин. Затем, например, в этой системе подводится магнит, и уже в результате, например, изменения суммарной проводимости можно уже сделать вывод, например, сколько содержится дофамина. И как мы уже говорили, под биоматериалы должны реагировать и взаимодействовать, и редактировать свои свойства в зависимости от внешней среды. Здесь, например, на слайде представлены все наиболее распространенные факторы, под которые настраиваются эти биоматериалы. То есть, если, например, это должно быть распознавание дофамина, то есть какие-то определенные молекулы, также антигены, протеины, уровень ПАЖ, ну и также материалы могут откликаться на внешние воздействия. Как, например, в костной инженерии, если включить электропроводящий слой в сам имплант, то под воздействием, например, внешних магнитных полей могут образоваться токи, что может способствовать скорейшему остеогенезу, то есть генерации собственной костной ткани человека. Другим примером, которым является при разработке биоматериалов, это адресная доставка доксорубицина. Доксорубицин – это противораковый препарат, который применяется в современной химиотерапии. Я думаю, всем известно пагубное влияние химиотерапии на организм человека в целом, и как же его можно нивелировать. Естественно, это можно нивелировать адресно, то есть точечно, именно в непосредственную опухоль доставить это лекарство. Как это можно реализовать? Ранее, например, было представлено несколько концептов, которые заключались в том, что, например, есть какая-то большая молекула, на ней, например, молекула мишени, которым позволяет ей собираться преимущественно в раковых клетках, и молекула лекарственного препарата. Но в результате к чему это приводит? Приводит к тому, что распределение же при этом может быть неравномерным, то есть нет гарантии, что молекула мишени доставит весь лекарственный препарат непосредственно в раковую опухоль. Возможно, также и поражение и здоровых тканей. Соответственно, разработка биоматериалов, то есть материалов адресной доставки, позволяет наиболее точно нивелировать этот процесс. Например, оксид графена, которым является замечательным биосовместимым водорастворимым материалом, то есть не вызывает негативного последствия на организм человека, и более того, его можно нагружать лекарственным средством, то есть опять-таки доксурубицином. Так в чем же, грубо говоря, основная суть их комбинации? А состоит она в том, что в освобождении лекарства, например, происходит только при повышении температуры и только при понижении pH, что как раз-таки характерно для раковых клеток. То есть организм полностью подвергается влиянию лекарства, то есть полностью получает лекарства, но действует только, где находятся раковые клетки. Еще одним примером это является, помимо оксида графена, это гидрогель, наполненный также доксурубицином, которым под воздействием так называемого ММП-8. Это некий фермент, который также окружает раковые клетки, преимущественно вокруг него собирается, приводит к разрушению этого гидрогеля, и опять-таки лекарство снова высвобождается, что позволяет точечно доставить лекарства. Также при разработке биоматериалов стоит отметить так называемые препараты пролонгированного действия. То есть это препараты, которые позволяют, избавляют точнее пациента от необходимости регулярно посещать больницу и получать это лекарство. Намного же удобнее, грубо говоря, съесть одну таблетку раз, и больше об этом не беспокоиться, чем регулярно ходить в медучреждения, или при этом можно случайно пропустить прием лекарства, тем самым нанеся вред своему организму. Здесь есть несколько вариаций, как это обеспечить. Первый вариант – это так называемые введения в организм нерастворимых, неводорастворимых соединений, тем самым они будут продолжительное время медленно растворяться в организме. Другой вариант – это использование биодеградируемых матриц с наполненных лекарством. Здесь возможны два варианта. Первый – это когда она уже сформирована, как, например, с гидрогелем. Или есть другой вариант. Опять-таки есть применение гидрогеля, при которых формирование самого биодеградируемого материала происходит непосредственно в организме человека. То есть, например, гидрогель был жидкий, вы его проглотили в кислой среде желудка, он сформировался, грубо говоря, схватился, и уже этот конечный продукт начинает медленно растворяться и освобождать лекарства. Также есть варианты небиоразлагаемых имплантов, и так называемые, их выделяют в отдельную почему-то категорию, основанных на гидрогелях. Но здесь, опять-таки, они могут быть деградируемые, недеградируемые, могут быть химически связаны с лекарственным средством или нет. И одним из таких коммерчески доступных уже существующих на рынок является лекарство Декстенза, то есть это капсула гидрогеля, которая после манипуляции хирургических сглазов, то есть после операции, вводится в канальчик, и со временем начинает выделять препарат Доксаметазон, который является противовоспалительным препаратом. Соответственно, у пациента нет необходимости регулярно капать в глаза, и со временем эта капсула полностью деградирует и уже не присутствует в организме. И на графике представлено снизу примерно сколько препаратов, одобренных ФДА, уже существует на данный момент. И на данный момент на рынке представлено 73 препарата в пролонгированном действии, основанных на современных биоматериалах. Опять-таки, если мы говорим о реакции на внешние стимулы, то развитие биоматериалов даже привело к появлению так называемых материалов с болевой логикой. То есть в зависимости от внешних условий, их комбинации и вариации высвобождается то или иное лекарство. Отдельной интересной темой, мне кажется, это инженерия костной ткани. Как известно, кость является довольно-таки сложным и естественным композиционным материалом в организме человека, который условно состоит из двух основных компонентов. Это биологическая часть, то есть клетки и, по большей части, коллаген. И его минералогическая часть – это кальциевые соли, гидроксиапатит. И в инженерии костной ткани, особенно при создании материалов последнего поколения, которые таки направлены на регенерацию собственной костной ткани, подразделяются на натуральные и синтетические. К натуральным следует отнести коллаген, желатин, альгинат и шелк. Эти материалы являются, так как они близки по своей структуре уже организма человека, они, естественно, являются биосовместимыми, не вызывают негативных реакций в организме человека и также могут быть легко наполненными лекарствами, которыми уже в процессе, по мере восстановления костной ткани, могут насыщать и способствовать выздоровлению. Синтетические же обладают, как сказать, большим потенциалом благодаря возможности модификации. И выбор материала является иногда даже очень сложным вызовом для лечения, потому что иногда ставятся противоречивые условия. То есть одновременно перед инженерами и химиками стоит задача, что материал должен быть биорезербируемый. То есть хотелось бы потом без дополнительных хирургических манипуляций один раз имплант внес и больше манипуляций не требуется. С другой стороны, требуется и механическая прочность. И эти условия являются довольно-таки противоречивыми. Еще одним подходом к разработке материалов для биомедицинских применений это использование живых бактерий и других микроорганизмов, что также является условием биомеметики, то есть подражанием живым системам. Живые клетки, как известно, они, например, древесина, очень восприимчивы к воздействиям и изменчивы под воздействием внешних условий. То есть механическое воздействие, изменение pH, количество солнечного света, клетки под это адаптируются. И таким образом ученые используют это, грубо говоря, это их преимущество, и внедряют в виде различных микрогель, наполненных этими бактериями, например, в качестве биосенсоров, в качестве также, например, пластырей, также в качестве систем для адресной доставки лекарств. И одним из таких применений, которые существуют уже прототипы, это, например, является капсула, внутри которых находятся бактерии, которые при наличии внутренних, например, кровотечений начинают люминицировать. В этой же таблетке находится фотоэлемент, который подает сигнал. То есть человек съедает таблетку, и если внутри происходит желудочное или кишечное кровотечение, он об этом получает мгновенное, грубо говоря, сообщение. И к материалам, которые используются, в том числе в костной инженерии и для адресной доставки лекарств, это так называемые полилактиды, которые очень распространены благодаря своей синтетической доступности, коммерческой доступности. И самое главное их положительное свойство – это биоразлагаемость. То есть в организме человека, например, если в кости есть штифты, например, из полилактида, они позволяют со временем растворяться, разлагаться до молочной кислоты, которая и так содержится в организме человека. Другим перспективным материалом это является так называемая гидрогелия. Гидрогелия – это, грубо говоря, семейство полимеров, которые являются кровь, сшитыми между собой. И их применение, всем известно, это контактные линзы. Также они могут быть использованы для адресной доставки лекарств, тканевой инженерии. Но благодаря, точнее, из-за их высокой коммерческой стоимости, то есть до сих пор не разработаны простые дешевые методы их получения, их применение до сих пор ограничено. Но, тем не менее, существует коммерчески доступный препарат, который также вводится в виде импланта под кожу подростка и выделяет со временем лекарства для гормональной терапии. В данном случае это препарат против упреждения полового созревания, что является серьезным заболеванием и сокращает продолжительность жизни. Но, несмотря на все благоприятные результаты работ и представленных наработок, здесь также следует отметить, что для дальнейшей коммерциализации стоит ряд, так сказать, ограничивающих проблем. И это, в первую очередь, технологичность, то есть разрабатываемый материал должен быть потенциально масштабируемым, то есть технологией его получения, а также его экономическая целесообразность. То есть, если материал, грубо говоря, синтезирован и обладает совершенными свойствами, вряд ли его все равно применят, если, например, его конечная стоимость или стоимость реагентов будет сильно зашкаливать. Ну и, конечно же, регулирующие органы также являются ограничивающим фактором. Это и помимо клинических испытаний. Здесь же также стоит отметить, что чем больше существующие разработки отличаются от того, что используют сегодня, тем больше потребуется времени, чтобы это можно было применить. На этом все. Если у кого-то есть вопросы...